Елена Чара Янова Доказательство Канта Пролог Человечество всегда стремилось с потрясающей прямотой подчистую разрушить простые и с виду понятные истины, чтобы выстроить новые, логичные и рациональные. Вот так и вышло, что и яблоки по законам физики ученым на головы падают, и земля оказалась совсем не плоская, и солнце, зараза такая, не вокруг нее вращается, а вовсе наоборот. Это базовая закономерность бытия. Наша Вселенная исключительно упорядоченное место, хотя и с поправкой на энтропию, а вот человек, существо изначально неупорядоченное, но почему-то активно внутреннему хаосу сопротивляется и всему ищет объяснения, желательно с весомыми доказательствами. Чтобы доказать, что если иная жизнь во Вселенной и возможна, то только на основе углерода, людям потребовалось выйти в космос и покорить пять экзопланет, а потом нос к носу столкнуться с шестой. Новый мир рационально объяснить с разбегу не получилось, как и исследовать техникой. Человека к себе планета полной и рациональной, кремне-органической жизни пускать не хотела, активно отпугивая зонды и дроны высокой электромагнитной активностью в верхних слоях атмосферы. Но если человечеству что-то приспичит, пиши пропало. И покорять ее, упорядоченной эволюцией хаос, направили стандартную делегацию с привычным набором для освоения дикой природы — ученые, военные, астронавты. Пять раз схема сбоев не давала. Так почему бы должна была случиться осечка на последнем патроне в барабане? Логично? Тишина перед высадкой стояла особенная, сосредоточенная. Небольшая разведгруппа астродесантников все возможные напутствие уже получила и просто ожидала отмашки, сидя в небольшом конференц-зале шаттла для внутригалактических перелетов. На всякий случай командир попросил руководителя ученых еще раз пробежаться по пунктам, что их ждет и что им делать. Спикер, тонкий, изящный молодой человек с острыми, немного хищными чертами лица, волновался перед неизведанным и порядком увлекся, превратив повторение инструкций по безопасности в лекцию по эволюции. Расчетное время первого свидания приближалось, а ученый все разливался мысью по древу знаний. Таким образом мы получаем частичную замену атомов углерода на атомы кремния в структуре первичного пептидопотопного соединения. Но поскольку кремний связывается с водородом под углом в 150 градусов, а углерод с водородом под углом в 109 градусов 28 минут, то полностью кремниевого белка существовать не может. Он будет менее устойчив к внешним воздействиям, будет легче вступать в реакции и просто не образует сложных белков со вторичной и третичной структурой, и тем более с четвертичной, как гемоглобин. И степеней свободы становится меньше, как и биоразнообразие таких кремния органических белков и, следовательно, жизни в целом. — Док, а можно чуть попонятнее? — попросил с первого ряда широкоплечий мужчина в серо-синей форме астродесантных войск объединенного астрофлота, сероглазый, с коротким ежиком каштановых волос и правильными чертами лица с отпечатком на них опыта военной службы. Ученый дерганно поправил очки в прямоугольной оправе и глянул на часы. Да-да, конечно, время. Давайте так. Совсем коротко и максимально понятно. Считалось, что принципиально кремния органика невозможна, и тем более развитая жизнь на ее основе. Максимум диатомовые водоросли, да и то, они скорее аккумулируют кремнезем, чтобы раковинки себе красивые сделать. Но здесь, на этой планете, вы через пару десятков минут столкнетесь с тем, чего на Земле нет и быть не может. Командир разведгруппы не хотел прерывать ученого, ему было более или менее понятно и интересно, но редкие шепотки с галерки намекали на то, что бойцы не отказались бы вернуться обратно к себе в каюты, надышаться привычным перед тем, как прикоснуться к тому, чего не может быть. И чего же нам ждать, уточнил чей-то унылый голос откуда-то из середины зала. Мне жаль, что из-за высокой активности атмосферного электричества и коэффициента преломления электромагнитных волн не удалось запустить дроны с орбиты, и я не могу вам сказать точно, что вы увидите. Так что ожидайте всего. Ученому не нравилась идея без предварительной тщательной подготовки наобум сажать на поверхность планеты десантный модуль, но другого выхода он тоже не видел. Всего, что вы только можете вообразить, и чего вообразить не можете тоже. Не мне оспаривать решение руководства пускать людей вперед техники, но с активной фауной использовать планетоходы будет дольше, сложнее и сопряжено с большими финансовыми затратами. Вы можете справиться намного быстрее и эффективнее. Скажите спасибо, что состав воздуха пригоден для дыхания, хотя бы это удалось узнать точно. Шепотки снова пробежались легким ветром по залу. Астродесантники и до этого понимали, куда летят, но встреча с невозможным неизвестным — всегда волнительное испытание. То есть дышать без фильтров нельзя, — уточнил командир. Губительных для человека компонентов воздуха и потенциально опасных микроорганизмов в пробах нет, так что можно, — неопределенно пожал плечами молодой человек, машинально пытаясь сунуть руку в карман лабораторного халата. Не нащупав привычного, ладонь отдернулась и нервно оправила стандартный комбинезон астродесантника, сидевший на ученом, как на корове седло. Но насколько долго и будут ли последствия, пока не очень понятно. Могут быть силикатные взвеси в воздухе опять же, пробы только с верхних слоев атмосферы. Так что ограничьте время первого выхода на поверхность, скажем, пятью минутами, и присылайте мне данные, и прокомментируйте все, что видели, услышали, почувствовали. Если удастся дополнительно взять пробу воздуха почвы, получить образцы флоры и фауны — просто отлично. Для начала этого будет достаточно. Секунда в секунду в нужное время десантный модуль отделился от шаттла и пошел на посадку. Сплески раскаленного воздуха за обзорными экранами мешали астродесантникам разглядеть поверхность, оставалось только дать волю воображению и в общих чертах представить себе, что ждет их за пределами старушки Земли, на потенциально в далекой перспективе шестой колонии человечества. И все равно носы тех, кто сидел поближе к видовым экранам, с любопытством к ним прилипли. Заработали аэродинамические стабилизаторы, посадочные маневровые двигатели скорректировали курс, и модуль медленно, но неотвратимо двинулся к Земле. Астродесантники прилетели на рассвете. Командир про себя хмыкнул. Весьма символично заявиться туда, где еще не ступала нога человека, в момент занимающейся иномирной зари. Звезда класса Б, карлик бело-голубого цвета, светилась нестерпимой яркой точкой на горизонте неба. Магнитосферное сопротивление ее звездному ветру и излучению окрасило небоскон в кроваво-красные с фиолетовыми прожилками сполохи. Над правым краем горизонта поднимался малый спутник, аккуратное светящееся пятнышко, а посередине медленно светлеющего неба завис полукруг второго, более крупного, чуть меньшего размера, чем земная луна, но с бледно-голубоватым свечением. Облаченные в тяжелую экзоброню, бойцы дисциплинированно ждали сигнала от главы разведгруппы. Звездный берет, лучший из лучших, свет и опора астродесанта, сделав первый шаг на пружинищую незнакомую поверхность, для начала обругал планету последними словами. Следом, разумеется, не вслух, себя самого, понимая, что не таких комментариев наверху ждут ученые, и только потом отдал приказ. Вольность он допустил от неожиданности, конечно. Эволюционная эстетика кремния органического мира оказалась сложной для мышления человека, привыкшего к одуванчикам, деревьям и кошкам. Сквозь заросли полупрозрачной хрустальной изумрудной травы виднелись темно-шоколадные стволы кустарников, и в свете поднимающейся звезды было видно, как ее лучи дробятся в текстуре коры на фрактальные симметричные и асимметричные отблески. Из-под ног десантников прыснули какие-то сферические тельца на ножках, и бойцы с трудом подавили рефлекторное желание не то выстрелить, не то нырнуть обратно в посадочный модуль, а некоторые и перекреститься. Мимо пронеслось, топоча и фыркая, стадо сюрреалистических животных, многоногие шарикоподшипники, невообразимой тягой, сцепленной между собой тонкой перемычкой. По обоим бокам твари исчерились темными провалами пасти, обрамленной непрерывно шевелящимися коротенькими суставчатыми щупальцами. Из зарослей нежно-зеленоватого хрупкого травяного моря чувства людей одновременно атаковали непривычные цвета, скрипы, свисты, шелест, скрежет, щелканье и чувство легкости. Гравитация немного отличалась от земной. Гравитация